Коллеги, добрый день. Надеюсь, меня слышно, видно. Прежде чем мы начнем, давайте проверим. Жду ваши огонечки, плюсики, что меня видно, слышно, что презентация видна, что мы можем начинать. Отлично. Ну что ж, добрый день, коллеги. Спасибо, что подключились в понедельник. Знаю, что для агентов понедельник всегда тяжелый день, поэтому еще за это отдельное спасибо. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Валентина Григорьева. Я представитель компании Neo Travel. Все, кто были с нами на вебинаре 31 марта, помнят, рассказывала, чем наша компания занимается. Мы принимающая компания, которая предоставляет продукт в шести странах. И если мы на первом вебинаре говорили об Испании, Португалии, об экскурсионных турах, то сегодня мы перенесемся на Кариба. Потому что Карибы – это рай круглый год, и многие боятся продавать это направление летом. Да, больше считают, что это зимнее направление, и лучше продавать его зимой. Сегодня будем немножко говорить о том, что и летом, продавая это направление летом, есть очень много плюсов. Сегодня мы будем говорить о трех наших основных направлениях по Карибскому бассейну. Это Куба, Доминиканская Республика и Мексика. Но прежде чем мы начнем разговаривать, я бы хотела спросить у вас, кто был хотя бы на одном направлении. Если был, то на каком? Знаком, незнаком, продает? Это уже второй будет вопрос. Продаете, не продаете это направление? И тем самым, чтобы мне понимать, сколько тут нас, тех, кто уже знают это направление. Итак, жду ваши ответы. Были ли на Карибах и на каком направлении? Отлично. Завидую некоторым, кто недавно прилетел. Отлично. Доминиканы мне, наверное, кажутся все более знакомы. Доминиканы. Супер. Шикарно. Отлично. Тогда сегодня смотрю больше Доминикана, Мексика, поэтому мы начнем сегодня с кубинского, скажем, настроения. Я фанат вообще Гаваны. Я люблю этот город и хочу поделиться этой любовью с вами. Поэтому пока к нам присоединяются, я бы хотела вам включить видео, которое снято в Гаване, которое передает атмосферу и вот эту невероятную энергию. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, давайте сначала познакомимся, что такое и кто такие NeoTravel на карибских направлениях. На карибах мы начали работу субтитры создавал DimaTorzok Да, конечно, это началось сначала как зимнее направление, с большим объемом, с полным обслуживанием. В 2011 году мы открыли также Мексику, это полуостров Юкатан, именно побережье и курортная зона Ривьера Майя. По карибам у нас имеются прямые контракты для пакетирования, для туроператоров, соответственно, это не... Есть, конечно, многие отели, которые предлагают нам как и контракты для пакетирования, так и динамические, соответственно, когда заканчивается фит, да, мы начинаем продавать по динамике, соответственно, всегда отели, топовые отели у нас стараются быть в наличии. Обширная линейка продукта, да, то, что многие считают, что карибское направление это только четверки, суперерки, пятерки и только пятерки. Нет, на каждом направлении имеется также бюджетный продукт, который для туристов, который на самом деле не принципиально, и они не планируют находиться на территории отеля, а планируют больше путешествовать и проживать и узнавать страну именно через путешествие по ней. Собственные оперативные офисы у нас в Доминикане, собственный офис, да, с штатом гидов, который предлагает полностью полный пакет обслуживания от встречи в аэропорту, обслуживание во время отдыха, предложения по экскурсиям, сопровождение в случае каких-то нестандартных ситуаций, решения этих ситуаций. И последний наш этап, это когда мы провожаем в аэропорт, и счастливые, довольные туристы улетают к вам обратно домой. Трансферы как, да, по оперативным офисам. Помимо того, что, например, все, кто знает Кубу, да, на Кубе очень сложно работать, но мы с 2004 года, мы у нас контракт на обслуживание с государственной туристической компанией Гавиот, и, соответственно, на Кубе все происходит по закону, как говорится. Трансферы. Трансферы предлагаем мы как подчартерной программой, если есть клиенты, которые летят большим блоком, да, но также предлагаем и для туристов, которые прилетают на регулярных рейсах, скомпоновать, сделать, можно сказать, самим пакет, да, проживание. Трансферы, как есть групповые также, например, Мексика, Куба, да, есть групповые от без минимального количества человек. Также есть и индивидуальные, есть межотельные, что очень важно для Кубы, да, те, кто хотят объединять Гаванну плюс Варадейру или другие направления. Комбинированные туры, вот этим я и хочу сказать, что на многих направлениях, конечно же, мы советуем сначала проехать, например, посмотреть или как на Кубе пожить хотя бы первые, там, две-три ночи в Гаване, именно прочувствовать этот город, живя там, и потом уже переехать на пляжный отдых, на Варадейру, откуда также есть возможность путешествовать по стране. С Доминиканой очень часто сейчас особенно, да, комбинируют, например, побережье Карибского моря и Атлантического океана. И по Мексике, конечно же, Мексика очень богата историческими достопримечательностями, и здесь мы всегда рекомендуем сначала взять экскурсионный тур, да, который есть организованные групповые экскурсионные туры по Мексике, которые стартуют как с Мехико-Сити, заканчиваются на полотове Юкатан, так и по Юкатану, посмотреть самые основные достопримечательности, а дальше уже отдыхать на территории отеля и наслаждаться all-inclusive. Связь с гидом у нас всегда по приезду есть, мы выдаем памятку, встречают, оставляют номер телефона. За каждой зоной отеля закреплен свой гид, который всегда на связи, благодаря всем возможным приложениям. И предложение нестандартного продукта, это очень тоже с каждым годом все растет, спрос именно на что-то необычное, да. Есть, были у нас такие опыты, когда компания серферов, да, мы в Доминикане организовывали такой небольшой лагерь, да. Нестандартные церемонии в Мексике, да, на Кубе, например, проехать по маршруту, который именно по всей Кубе и посмотреть все достопримечательности, все города кубинские. Плюс также свадебные церемонии, да, которые предоставляются как и от отелей, так и партнеры, которые, с которыми мы работаем на каждом направлении. Дальше. Самые такие основные, да, и я бы начал, наверное, с главных правил, то на Карибы с плохим настроением туристов не отправляйтесь. Если вы знаете, что у вас турист проблематичный, лучше на Карибы его не отправлять, потому что это специфичное направление, да, с ним никто не будет там, ну, как бы там все живут на таком, скажем, расслабоне, на позитиве. И, конечно же, прилетев туда, нельзя портить настроение другим, потому что там каждый день, каждый момент – это ценность, и они проживают его в удовольствие, в позитиве. Но если мы говорим о продаже Карибских направлений, то, конечно же, нужно учитывать такие моменты, как сезонность, сезонность касательно тарифов, да. Очень многие отели Карибского направления – это годовалые контракты, которые имеют несколько периодов. Здесь есть очень важные моменты, да, что вот один из плюсов – это то, что, например, с 1 мая обычно по 30 до середины июля, и потом уже с середины августа и аж до середины декабря – это низкий сезон. Да, это связано с сезоном дождей, но об этом чуть попозже, но самые лучшие тарифы – это в этот период. Соответственно, плюс еще, если скидка раннего бронирования, то некоторые отели, хорошие пятерки, да, на все включено, на all-inclusive, могут на человека в сутки стоить около 50-60 долларов, да, что мало где вы встретите таких, такие отели. Плюс также нужно учитывать высокие сезоны, да. Высокий сезон обычно начинается с 20-го где-то декабря, с 20-го, с 23-го перед католическим Рождеством, заканчивается 2-го января. И следующая цепочка, когда идет высокий сезон, это католическая Пасха, да, потому что на Карибах все-таки большая часть, основные, скажем, рынки – это страны, которые имеют в эти даты каникулы и, соответственно, путешествуют. Это обычно апрель, да, начало апреля, середина, когда-то бывает даже март. По кубинским отелям хотелось бы выделить, да, то, что многие отели на Кубе, летний период у них начинается 1-го мая и заканчивается 31-го октября. Весь летний сезон может быть по одной цене. Дальше уже отели могут играть со скидками, соответственно, в какой-то период скидки больше-меньше. И нужно учитывать, что праздники такие, как День президента, который отмечается в США, да, но, как ни странно, эти направления, кроме Кубы, да, страдают от этого. И, насколько я помню, День президента – это треть понедельника февраля, соответственно, он может меняться. Но у американцев в связи с этим праздником бывают такие небольшие каникулы, которые летят на Карибы на 3-4 дня, чтобы отдохнуть. Дальше есть местные праздники, конечно же. На Кубе это фестивали, которые самые такие, скажем, январь, февраль, март, которые особенно отели Гаванны заполнены. Вот. В августе на Кубе карнавал обычно происходит, поэтому в августе тоже. Ну и плюс не нужно забывать, что середина июля до середины августа и даже до конца августа у многих европейских направлений длительные летние каникулы, отпуска, и, соответственно, очень многие выбирают Карибы для своего отдыха. И основные рынки по данным направлениям, если мы посмотрим, то, конечно же, США – это лидеры по Мексике и Доминикане, да, кроме Кубы. На Кубе американцев нет, и непонятно, когда они будут, и они очень смотрят на это направление. Американцы обожают Кубу, обожают Гавану, и разными способами туда пытаются проникнуть, да, особенно через Латинскую Америку. Потому что, если мы смотрим основные рынки, вот, например, на Кубе за последние два года увеличение по туристам, да, которые приезжают из России, да, плюс Мексика, Бразилия и Китай. Куба – это первая, наверное, страна латинского, карибского бассейна, которая настроила, наладила отношения с Китаем. Если мы говорим о Мексике, то, конечно, это на первом месте всегда было, будет, наверное, это США, да, дальше Латинская Америка, такие как Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Эквадор, да, Канада. Канада также лидеры по Кубе и по Доминикане. В Доминикане еще из Латинской Америки очень много туристов из Порто-Рико, Колумбии, да, но и за последний год-два увеличилось количество из Украины, из России, Испания, Германия, Франция, скажем, Аргентина и Канада, они всегда были в Доминикане, да, и всегда с определенным объемом. И что хотелось бы сказать, да, что для, в связи с тем, что такие, как американский рынок, Канада, Европа, они всегда бронируют заранее, да, Европа обычно, они возвращаются и, соответственно, уже на следующий, следующий свой отпуск бронируют. Испания очень любит бронировать как Мексику, так и Доминикану, потому что, во-первых, на этих направлениях очень много представлено испанских цепочек, которые они знают, это Рио, Берастарва, Принципы, Принцесс, да, Каталония, которые уже испанцы знают, уже знают по другим направлениям, соответственно, они из года в год стараются возвращаться в одну и ту же цепочку. Плюс, даже несмотря на то, что ковид и прочее, вы все прекрасно знаете, если продавали направление мексиканское, то Мексика не закрылась ни на один день, не было никаких ограничений с ПСР и прочими, ни масками, ничего, кроме QR-кода, как такое анкета здоровья. Остальное все разрешалось, и, соответственно, Мексика ни на день не останавливалась, и в Мексике не было, скажем, такого, что отели должны были снижать цены. Наоборот, многие отели, особенно на рождественские праздники, уходят стоп по Мексике за 4-5 месяцев, да, особенно такие отели, как в Тулуме, как Асамалка, Фаермонте и прочие такие, которые реально востребованы, которые небольшие. Если мы смотрим три этих направления, всегда возникает такой вопрос, да, и многие, продавая это направление, немножко не предупреждают туристов, что 5 звезд в Мексике – это не то же самое, то есть 5 звезд на Кубе – не то же самое, что 5 звезд в Мексике. Так же самое, несмотря на то, что это одна цепочка, да, возьмем, к примеру, цепочку Иберостар, которая присутствует как в Доминикане, Мексике на Кубе, но 5 звезд на каждом направлении, они будут отличаться немножко. Так же, если Доминикана с Мексикой немножко, они похожи, да, по обхоживанию и прочее, но нужно учитывать, что Мексика – это такое, как я уже говорила, да, ни на минуту не закрылась во время ковидного затишья, то в Доминикане немножко было передышкой, многие отели хоть реставрировали. А на Карибах реставрация и последние ремонты, да, очень важно продавая, смотреть, когда были последние проведены ремонтные работы из-за влажности, номера долго не хранят свою свежесть, которую там приобрели после ремонта. Поэтому это очень важно. Важный момент на Кубе, то, что радует очень многие отели, и сделали ремонт. Есть отели новые, которые можно смело предлагать, да, и не переживать за то, что там не понравится номер, или еще это современные большие отели, которые полностью новые номерами, инфраструктурой отеля. Поэтому нужно понимать, да, что Куба, это немножко проще будет уровень, но и по цене это видно. Так же самое на любом направлении, когда вы предлагаете туристам пятизвездочный отель, цена показывает его уровень. Есть пять звезд по одной цене и по другой. Соответственно, вы, ну, как бы, как профессионалы тоже понимаете, что пять звезд за копейки – это будет не тот же самый уровень, который за рубль, да. Поэтому это тоже нужно проговаривать туристам и комментировать. Если нужна цена, есть вот это, да. Если нужен сервис, которому не придерешься, это это, потому что это Карибы, да. Там все… Другой немножко подход, да. Не очень многие приезжают и говорят, вот, мы там пять раз были в Турции, такого сервиса, как здесь Доминикане, мы вообще никогда не встречали. Это доминиканцы, там работают доминиканцы, у них в крови совсем другой подход к работе, да. Или кубинцы, они тоже, у них, ну, завтра, да, маньяна. Мексиканцы так же самое, они тоже особо не такие нерасторопные, да. У них всегда проблемы решаются завтра, что-то сломалось, мы посмотрим, ну, завтра, да. Поэтому нужно понимать, что в отелях, да, особо торопиться решать какие-то проблемы не всегда готовы. Поэтому, приходя на помощь, мы стараемся как-то со всех сторон давить на это и решать проблемы. Плюс всегда обязательно, пожалуйста, предупреждать по Мексике, что существует эко-налог, да, который оплачивается в Канкуне, Ревьермае и Тулу, и он обязателен. Примерно полтора доллара за номер в сутки, и он оплачивается на месте. Плюс, помимо этого, еще с апреля 21-го года был введен именно туристический налог на штат Кентанару, куда входит также полуостров Юкатан, и, соответственно, этот налог уже можно оплатить заранее. Пройдя там по ссылочке, можно его найти, оформить и просто предъявить, который спрашивают в основном на вылете. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, я потом, что это отвечу. Ну что ж, давайте поговорим немножко о преимуществах этих направлений. И здесь, конечно же, то, что это сезон круглый год, да, то, что, несмотря на то, что летом все-таки есть другие направления, да, которые конкурируют и предлагают более не такой длительный перелет, возможно, цена ниже, потому что на самом деле по Карибам самое дорогое составляющего пакета на эти направления – это и является перелет. Наземное обслуживание, оно довольно дешевое с учетом того, что отели работают на все включено, плюс это большие курорты, которые могут позволять себе иметь хорошую цену на проживание. Безвизовое направление, да, если мы говорим о Кубе, у Кубы давным-давно отличное отношение с Россией, соответственно, многие наши экс-советские, советского профессионального страны могут прилетать на Кубу без визы. Если даже и нужна виза, оформляется очень все просто, заранее, даже был такой случай, что я, когда первый раз летела на Кубу с Барселоны, да, с моим паспортом латвийским, то мне нужно было визу приобрести на регистрацию, соответственно, подходит человечек, выписывает карточку, ты оплачиваешь и летишь. Все. Вот так формируется виза на Кубу, поэтому те страны, которые видят, что нужна виза, это не сложный процесс, поэтому не пугайтесь продавать это направление. Доминикана – это безвизовое направление, Мексика, можно сказать, тоже безвизовое, но нужно заполнять электронное разрешение. И в последнее время в связи с такими массовыми миграциями в Америку через Мексику, то многие даже граждане России, но рожденные в Чеченской республике, или в Покитании, постсоветских, да, соответственно, те страны постсоветские, да, то мы советуем, если, чтобы не было никаких проблем у прилета, все-таки оформлять визу, если есть возможность, да, потому что полученное электронное разрешение не всегда гарантирует то, что туристов не развернут на границе, потому что миграционная служба по прилету ничего не объясняет, просто может попросить документы, проверить, если их что-то не устраивает, просто развернуть назад. Соответственно, памятка, которую мы даем туристам, и вся эта подробная информация, все контактные телефоны, конкурсы и прочего, чтобы максимально быть подготовлены к этой ситуации. Конечно же, плюс уникальный климат, природа, пляжи, возможность отдохнуть как на океане Атлантическом, так и на Карибском море, возможность объединить активный отдых и просто отдых у моря. Дальше. Татьяна, да, могут мы, если что, вы потом оставьте свой контакт, мы вам вышлим подробную информацию. Это как бы негласное, да, такое правило, но могут возникнуть. Мы отдельно это письмо можем отправить вам потом. Вы отскиньте сюда ваш мейл, и моя коллега запишет его, и мы после вебинара все отправим. Потому что иногда ничего не происходит, да, но иногда бывают такие... Сейчас немножко поуспокоились, но был один такой бум, что просто они видят, что рожден, не знаю, Чеченская республика, все, разворачивают, не смотрят даже, что это семья прилетела, что у них проживание, что у них трансфер, это же с купленными экскурсиями прилетали и разворачивали, вот, и депортировали сразу же в момент прилета. Дальше. Богато разнообразное предложение по экскурсиям. На любом направлении, да, есть как и активные, да, более такие для адреналина, есть расслабленные прогулки морские, есть познавательные, да, экскурсии. На каждом направлении имеются такой широкий список экскурсий, которые можно приобрести и узнать страну с разных сторон. Отели работают по системе, все включено, да, имеются, но есть такие, которые работают, там, только завтраки, да, или это уже такие, или суперлюксовые отели, пятизвездочные, которые, или отели, которые в стиле вилл. И дальше есть также двухзвездочные отели, да, и если мы говорим о Кубе, о Гаване, то есть отели, которые работают на завтраках, на ужинах, не всегда это будет все включено. Дальше у нас, конечно же, дружелюбные, отзывчивые местные жители, но то, что они не бегут решать проблему туристов, не значит, что они как-то игнорируют или неуважительно относятся, это у них такое, ну, отношение. Я когда жила и работала 6 месяцев, полгода в Доминикане, для меня сначала вообще было это сложно понять, когда нужно сейчас решить проблему, они говорят, ты спокойно, мы решим. Это такой темперамент, это их такая суть, да, поэтому с ними не нужно на них повышать голос, ни криками, ни истериками, ничего не добьетесь, туристы добьются обратного, да, их просто начнут игнорировать. Всегда нужно более так улыбающие, ну, пожалуйста, ну, посмотрите, попробуйте. Если есть какая-то шоколадочка, да, то это всегда приветствуется, особенно на Кубе. Любому маленькому сувенирчику это всегда будут рады. Отсутствие ограничений по въезду, связанным с ковидами, да, то, что как Доминикана, Мексика, не было никаких ограничений особо. А сейчас в Доминикане окончательно сняли те, что по приезду могли в отелях или в закрытых помещениях спрашивать сертификаты. Плюс Куба, да, буквально недавно, да, очень время быстро летит, но довольно недавнее время, сняла также ограничения для туристов, которые приезжают уже пакетным туром. Соответственно, как только перелеты возобновятся, да, то без проблем. При перелете на аэрофлоте, имея проживание и трансфер забронированный, у туроператора, да, лучше это бронировать, чтобы не было никаких проблем, то никакие ограничения по въезду с ковидом, сертификаты, ПСРы не нужны. Только заполняется анкета по здоровью. Это по всем трем направлениям. Единственное, это получение QR-кода. Ну, конечно же, мы сейчас не говорим о сегодня, а сейчас мы говорим о нормальных временах, которые были и будут с уверенностью, не знаю, может, я чересчур оптимист, но я верю, что все возобновится, все вернется и все будет, как и ранее. И, соответственно, будет такое же широкие предложения о регулярных рейсах. Было очень приятно, когда аэрофлот полетел на Пунта-Кану, прямым на Канкун, да, потому что Мексика всегда была такая. Канкун сейчас, кстати, да, вступен через Стамбул, да, туркиши летают. Плюс в туркише был полет, сейчас я, насколько я помню, они его сняли на Гавану, да, но надеемся, что это все исправится и, соответственно, дальше смогут летать как и ранее. Конечно же, есть и недостатки, да, это длительный перелет, что очень сложно переносится, часовая разница, это минус от 6, там, 7 часов и более, да, получается, и языковой барьер. Мне кажется, единственное, где нету такого барьера, это Куба, потому что очень многие уже знают русский, многие кубинцы учились в России или на Украине или в других странах, Прибалтике тоже, да, и оттуда знают русский язык. Доминикана еще более-менее, да, там хоть немножко понимают, но в Мексике нужно знать хотя бы базовый английский, чтобы общаться в отеле без гипот, например. Влажность, об этом я когда о климате буду разговаривать, влажность, да, соответственно, влажность это тот вредитель номерного фонда в отелях, да, который старит очень быстро эти новые отели, новые, да, и, соответственно, многие считают, и даже когда приезжаешь на Карибы, особенно в летний сезон, после дождей, в номерах может чувствоваться немножко влажность, просто это проветривать нужно, и все, но к этому нужно быть готовым. Водоросли в летние месяцы, кроме Кубы. Опять Куба здесь имеет свой плюсик. На Кубе нет таких проблем касательно водорослей, да, Доминикана, Мексика, да, эти, скажем, волны водорослей пригоняют к берегам Атлантики, как и кляж Бавару, да, соответственно, на Карибском побережье. Такой проблемы не будет, а вот на Пунта-Кана и пляж Бавара, все, что до Макао, такая проблема может существовать, и обычно это летние сезоны. По Мексике такая же проблема существует, есть два курорта, которые более-менее, да, это Плая Лас-Мухэрис, которая, можно сказать, северная часть Канкуна и сам Канкун, там тоже буду говорить об этом курорте, немножко об этом скажу. Поэтому летний сезон, зона Канкуна, она уходит на стоп очень быстро, потому что многие знают, что там водорослей не будет, а все, что ниже, туда идем к Ривьера Майя, Плая-де-Карма, на Кумаль, Тулум, там будут проблемы с водорослями. Безопасность. Это Карибский бассейн, да, все, что на территории отеля, все шикарно, безопасно, но сейфом пользоваться, на виду вещи не оставлять и за пределами отеля лучше выезжать в дневное время, да, вечернее это вообще не советуем нигде, кроме Куба. На Кубе это реально днем и ночью безопасность, такой безопасности я, мне кажется, ни в одной стране не встречала, на Кубе, даже в Гаване у меня был такой, знаешь, как это, так это, вечером гулять по Гаване и никаких приключений не будет, я прошлась, заворачивала в такие укромные улочки, нет, даже если ты видишь людей, люди там поют, танцуют, сидят, смеются, там, если видят, что ты растерялся, предложат помощь, это помощь, но ты понимаешь, что это не то, что тебя завести там и обократь, нет, поэтому Куба это на самом деле очень безопасное направление, и там можно спокойно гулять и не думать, что тебя где-то обманут, обворуют, что касается Мексики, то мы прекрасно понимаем, да, все, что касается не туристической вены, да, то лучше стараться избегать или с местными это все. Еще такой момент по Кубе, да, есть, ну, Куба, это немножко другой мир, скажем, и есть много ограничений по ввозу какой-то продукции, очень часто сталкиваются на то, что особенно сейчас многие любят взять с собой дрон или электронные сигареты, да, то нужно иметь в виду, что на границе по прилету, если нет специального разрешения на дрон или специальную фото-видео аппаратуру, это большая, скажем, да, если еду там с камерой, то могут быть проблемы, плюс также электронные сигареты, это тоже немножко нужно предупреждать, особенно сейчас, когда это на таком топе моды, да, кубинцы говорят, не надо ездить к нам с электронными сигаретами, у нас замечательные кубинские сигары и сигаретки, вот, это, наверное, из-за этого, чтобы все-таки курили местные натуральные сигары. Итак, причина посетить Карибы, да, не только летом, но и вообще здесь немножко помимо шикарного пляжного отдыха, климата, загаров и прочее, и отдыха в отелях all-inclusive, в каждой стране есть свои какие-то фишечки. Здесь я перечислила вам самые основные, это, да, посетить Альтос-де-Чавон в Доминикане, это город художников, или многие больше, это посетить именно церковь, где венчались Майкл Джексона, Лиза, Мария Пресли, конечно же, какая же Доминикана без рома и сигар, и раскрыть, например, секрет Мамахуаны, очень интересная, скажем, такая легенда, или связана с этим напитком, танцевать меренги в очату на пляже, потому что на самом деле Карибы, они, вы видели, да, в видео, какао-шоколад, конечно же, да, но какао-шоколад это тоже, Светлана, спасибо, но и украшение из Лаэри Мара, это тоже такой один из сувениров, который любит приводить в Доминикане, и за все свой опыт работы в Доминикане, конечно, было очень много, видела из украшение из этого камня замечательное, что многие знают, он такой бирюза, да, но есть еще черный Лаэри Мар, который очень красивый и кольца, и броши, и серьги, очень, поэтому, если, да, ну, конечно, кофе Санта Доминго, какао, это тоже, да, но даже больше в Доминикане я советовала съездить, посмотреть, как это все выращивается, как это, попробовать как все на вкус, именно натур-продукт. Если мы говорим о Кубе, опять же, Куба, это Гавана Клуб Ром, да, который знаменитый, и Куба Ливры, да, мы знаем, что это напиток, знаете, что на Кубе, например, Кока-Колы нет, вы нигде ее не найдете, там Пепси, да, это все связано с этой историей американской, вот, и, конечно, кубинские сигары, те, кто любят, те, кто понимают, да, все равно почувствуют отличие между доминиканскими и кубинскими, да, кубинский даже запах другой, и очень многие привозят в подарок именно такие сувениры. почувствуют, что такое маньяна на Кубе, на самом деле на Кубе не только почувствуют, что такое завтра, не вот этот спокойный, да, спокойный ритм, но и также люди там живут сегодня, сейчас, в этот момент, наслаждаются этой жизнью, и вот этот позитив, он реально заряжает, и ты думаешь, боже, куда же я бегу, остановите мир, я хочу наслаждаться вот этим видом, вот этими ритмами музыки, которые, да, потому что реально потанцевать сальсу на Кубе, забыть про суету и время вообще, да, и наслаждаться этим моментом, плюс покататься на ретро-автомобилях, да, это как немножко перенестись, такая машина времени вас переносит в другое измерение, и что немало важно, например, да, Куба занимает первое место по, где находится больше всего ретро-автомобилей, вот, и, конечно, можно сказать, познакомиться с Че, как многие, да, это Че Гевара, это символ кубинцев и прочее, на самом деле, всем советую, будучи на Кубе, в Гаване, посетить музей, который связан с Че Геварой, и вы узнаете, почему кубинцы такие патриоты, да, и почему Че везде, на открытках, на фасадах домов, даже есть формы цветов, да, Че Гевары, вот, Мексика, конечно же, увидеть своими глазами памятники оставшуюся от древних цивилизаций, такие как майя, тальтеков, астеков, посетить сеноты, пещеры Юкатана, отведать блюдо местной кухни, да, это мексиканская кухня, это отдельная достопримечательность, попробовать жареный кактус, или отведать настоящие текилы, и узнать, что текилу не пьют так, как привыкли мы, да, там на самом деле запивают такой как томатный сок, да, у которой разных видов бывает, поплавать черепахами, лески, тугами, акулами в районе Хольбыш острова, ну, и, конечно, еще многие знают Мексику, чтобы отправиться, поправить здоровьем и традиционными методами, да, темоскали, и прочее, и знание духов, и вот эта вся мистика. Это такие, можно сказать, основные. Для кого? Для кого можно предлагать Карибы? Для любой категории, для семейного отдыха, пожалуйста, да, мы, это фотографии, да, из личного архива, мы летали, дочки, исполнялась как раз четыре года в Доминикане, и это был наш первый длительный такой. С черепахами плавает Акумаль, об этом я тоже расскажу чуть попозже. Для влюбленных пар молодоженов шикарно, да, сделать символическую церемонию, или дать клятву, сделать фотосессию, просто на Карибах все располагает для любви и дилии. Для любителей экстрима и дайвинга, пожалуйста, есть подводная охота, есть дайвинг как на Кубе, так и в Доминикане. В Мексике также имеются курорты, где предлагается очень хороший дайвинг. Те, кто любит все включено, и чтобы все включено было без каких-то ограничений, да, это, это Карибы. Для охотников за шикарным фотокадром на самом деле там любой кадр очень много привозят фотографии, даже океаном может с утра быть одного цвета, вечером другого, замечательные закаты и прочее. Для корпоративных поездок это идеальное направление Карибы. Да, единственный момент это перелет, но у нас опыт работы с группами по Карибам довольно такой богатый. Есть как и маленькие группки, так и до 400 и более, да, с разными форматами конференции, телебилдинги, разные галаужины и прочее. Для любознательных ищущих ярких впечатлений колоритный, уникальный отдых. Да, наверное, здесь будут воля Мексика и Куба, Доминикана это тоже, но это уже немножко более такое туристическое уже становится, особенно если мы говорим о побережье Баверу, то это, конечно, другое немножко. Если Порта-Плата, это больше такая хоть и курортная зона, но более настоящая Доминикана. Вот, надеемся, что когда все восстановится и опять будет спрос на Доминикану, мы выпустим наш, наконец, экскурсионный тур, который будет там на 4-5 ночей, чтобы можно было проехать другую Доминикану, посмотреть совсем другую часть Доминиканы, пощекотать немножко себе нервы, пересекая границу с Гаити, вот, но это когда уже мы будем понимать, что самолет опять летает и спросим ну и, конечно же, для вип-клиентов это тоже хорошее направление, если мы говорим Мексика, Доминикана, без проблем, есть очень многие отели, которые такие, которые можно предлагать смело для вип-клиентов, где есть отдельные виллы, да, мажордомы и прочие сервисы, которые включены для качественного вип-отдыха. Идем дальше. По климату, буквально, да, потому что все-таки это тропический посадный морской климат, как на всех трех, единственное там отвечается по температуре, но если мы говорим, то как на Кубе, Доминикане, Мексике, самый холодный месяц это январь, около, в среднем, около плюс 22 градусов, самый жаркий это будет август, плюс, имейте в виду, что высокая влажность от 65% до 80%, но и, конечно, осадки выпадают не так уж и много, но есть просто определенный сезон дождей и как это проявляется, это не то, что в круглые сутки идут дожди, нет, это короткий тропический ливень, который может просто пройти 5 минут, да, потом все, солнышко вылезло и через 12-20 минут просто идет это испарение влаги и все, и даже следа не осталось после. Здесь вы на слайде можете видеть, что Куба это примерно май-октябрь, Доминикана май-сентябрь, но также могут ливни быть и в ноябре до начала декабря и в Мексике это тоже май-сентябрь тоже в октябре и в ноябре тоже могут пройти дожди в зависимости от какой части Мексики находимся. Здесь больше я указывала именно полуостров Юкатан, самые знаменитые зоны Камкуна, Ривьера Майя. А в остальное время это, конечно же, сухая, теплая погода. Многие боятся кубинских каких-то турмент, сейчас помню, когда стихийные бедствия, да, и очень многие ужасаются в это время ехать. На самом деле не нужно бояться в августе есть, а это получается с мая по октябрь это сезон дождей, да, поэтому в этот сезон стоимость на отеле довольно ниже, чем в зимний, потому что зимний сезон это как бы считается сухой сезон, но это не то, что у нас бывает, что начался сезон дождей, это каждый день хмурое солнце, дожди и прочее. Сама же я работала в Доминикане начиная с конца августа, начало сентября, вот, и сама на себе испытала, в октябре не была также на клубе, да, когда, да, ты выходишь с номера, пока ты идешь до ресепшн, может пройти дождь такой, что стеной, поэтому в этот период всегда в номерах во многих отелях стоят зонтики, да, что всегда можно с собой посоветовать летом, когда направляются на отдых на Карибы, взять даже девички, которые не занимают много места, но будут очень полезны. Ну вот, да, Наталья, смотрите, в январе, да, то, что и считается, как бы, январь это самый холодный месяц на Карибах, да, но, как говорится, природа, это такое понятие, когда может поменяться что-то, например, мы сейчас в Испании наблюдаем, что у нас за последние там 10-15 лет самая холодная весна, да, у нас до сих пор температура не поднимается днем выше плюс 15 градусов, хотя в это время уже многие загорают и гуляют с коротким рукавом, а мы еще ходим в куточках, поэтому погода это такое явление, но с большего нужно понимать, да, но, как говорится, да, погода, за погоду никто не заплатит, не договорится, поэтому всегда нужно лучше настраиваться и понимать, что дожди эти не такие длительные. Советы бывалым, здесь на самом деле эту презентацию вам вышли, да, поэтому только расскажу некоторые моменты, это валюта, да, касательно валюты, самое такое проблематичное, наверное, направление и всегда вопрос, что лучше брать, какую валюту и прочее на Кубу, сейчас собой брать можно лучше евро, да, если мы говорим, кредитные карточки, но сейчас на Кубе еще ввели такую новую систему оплаты карточкой МЛС, которую по прилету в аэропорту можно приобрести и эта карточка рассчитывается на определенную сумму можно платить в аэропорту как долларами, евро и кредитными карточками и пользоваться уже этой картой кубинской оплаты и при вылете уже остаток забрать. Мексика, Доминикана существует местная валюта доминиканская песо или мексиканский доллар, да, очень важно в Мексике обращать внимание, что цены указаны в долларах американских или мексиканских, да, потому что разница будет и очень часто рассчитываясь, например, в Доминикане или Мексике в долларах не в местной валюте а сдачу могут выдать в местной. Безопасность уже мы проговорили немножко, да, все-таки сейфы и прочее это всегда украшения особо там лучше не брать самые дорогие свои это все-таки карибы здоровье обязательно должна быть страховка аптечка не пить воду из-под крана пользоваться защитным кремом от солнца даже в тенечке да, можно сгореть и следить обязательно за предупреждениями на пляжах когда вывешивают флаг и конечно же стараться при красном флаге не заходить воду электрическое напряжение все мы знаем да, лучше брать переходники с собой и если нет то в каждом отеле есть мини-маркет где продаются если нет всегда можно обратиться к гиду они помогут честно я помню в Доминикане у меня был отдельный пакет который я носила с собой и продавала эти по этому доллару переходники потому что в маркетах не хватало вот средства от комаров обязательно брать обязательно желательно спрей или лосьоны которые потому что все-таки влажность да и хоть обрабатывается территория отелей все равно комарики вечером особенно любят покусы дальше видите я по доллару продавала но это было правда сколько уже лет 7 назад вот и конечно по Мексике очень часто это что острый перец чили да во всех блюдах особенно бывают так что за пределами отелями если туристы хотят попробовать национальную кухню то нужно очень быть осторожным и конечно же этот отдых на Карибах не такой дешевый поэтому здесь собрала немножко такие лайфхаки да бесплатных сувениров с отдыха на Карибах что можно привезти это конечно золотистый загар если будут пользоваться кремами ритм и любовь к музыке потому что музыка звучит везде да как в Мексике на Кубе в Доминикане она постоянно везде даже уборщицы убирают номер они поют официанты отслуживают они поют и пританцовывают да они всегда в движении они всегда счастливые танцуют как они говорят я сегодня проснулся приехал на работу я счастлив я доволен жизнь прекрасна немножко пофигизма вот этого именно недоцикливания на проблемах проблема решается просто прочувствуй проживи сегодня этому на самом деле нужно учиться да отпускать вот эту суету и как-то хотя бы на время отдыха чтобы отдыхать море впечатлений красивых фото на самом деле там каждый кустик хочется сфотографировать каждый вид на океан или море и прочее новое знакомство конечно так как это all-inclusive так как это скажем далекие направления то всегда все объединяются знакомятся и очень много знакомства приобретают на отдыхе на Карибах фото со звездой но это такое скажем не совсем бесплатное что поехать на Карибское море и сделать фотографию с морской звездой это все-таки нужно заплатить за экскурсию но все равно это фото со звездой умение наслаждаться жизнью оценить каждый день вот на Карибах этому точно нужно учиться и ну если так посмотрите всех трех где где я была мне именно атмосфера свободы и такого доверия и дружелюбия это мне все-таки легло ближе к кубу ну что ж прежде чем мы перейдем к рекомендациям здесь я буду больше скажем такие небольшие моменты по курортам и отелям я бы хотела все-таки включить ролик доминиканы который показывает что в доминикане есть все есть природа есть пляжи есть вкусная кухня и есть все да в доминикане у них и девиз такой что у нас есть все поэтому немножко и я чтобы вы отдохнули от моего рассказа посмотрели красивые виды и дальше мы вернемся уже более к такой рабочей теме и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 касательно водоросли в летний сезон, но, например, есть такие от отеля Impressive, Impressive поддакана, Impressive премиум, которые нашли очень шикарное решение этому, чтобы люди даже и летом, когда водоросли мешают заходу в океан, могли в океане купаться. Они построили шикарный длинный пирс, с которого можно хорошо спускаться в воду. Ну и плюс на пирсе тоже красивые, ты как в океане уходишь. Такие на самом деле это очень хорошее решение придумали, поэтому гости, которые дыхают в Impressive, то могут спокойно даже летом купаться в океане. И еще один такой момент касательно Пунта-Канны. На этом курорте нет зданий выше пальм. Соответственно, если пальмы растут, то могут еще достроить, или когда новый отель строят, могут на один этаж больше делать. Но на самом деле больше трех-четырех этажей нет таких зданий, потому что по законодательству не может здание быть выше пальмы. Оно как бы рушит общую картинку и выбивается из природной такой картинки. Поэтому отели в основном уходят от пляжа в глубь. Это большая территория. Поэтому на территории перемещение в основном это может быть на гольфкарах или ходят такие как паровозики, на которых можно спокойно от своего бунгало до убраться общего пользования всех заведений. Это рестораны, ресепшн и прочее. Капкана. Многие его знают благодаря гольф-клубу Пунта-Эскапада, который с видом на океан. Это очень такой элитный и известный курорт. Пляж Хуанио, который находится в зоне Капканы, его когда-то обсадили пальмами. Очень считается, на их взгляд, это считается самым лучшим пляжем в Доминикане. Также есть гавань Марина Капкана, где в основном бары, магазинчики, ресторанчики. Плюс швартуются самые такие красивые яхты, где очень красиво любят фотографироваться наши гости. Ну и, конечно, в зоне Капкана расположен известный парк с скейт-парк. Это с древними пещерами, тросами для скоростного спуска, тарзанки и прочее. Природные колодцы для купания. Ну, типа, скажем, аналог сенотом, но такой очень слабенький. Но тоже очень такое отличие. Но в этот парк также могут приехать и с других, и с Пантаканы также. Дальше. Из таких курортов, которые хотелось бы выделить в Доминикане, это Ла Романа и Баяибе. Это Карибское уже побережье, да, небольшое количество отелей. Поэтому не так уж и многолюдно, и отели быстро ходят в стопы, да, особенно в летний период. Один из лучших в регионе мест для дайвинга и подводного плавания. Многие знают, да, чтобы поплавать и полюбоваться подводным миром, то все его всегда увозят на Карибское море. Практически полное отсутствие вон, очень благоприятно для отдыха с детей. Очень пологие, такое спокойное. Карибское море, оно вообще спокойное, да, поэтому очень многие выбирают для отдыха с маленькими детьми туда. Ну и, конечно, в той зоне расположен Casa de Campo. Это частный клуб, огромная территория, ранчо, гольф-клуб, отель. Многие его знают и очень любят. Бока-Чика и Хуан-Долио. Если мы отправляемся уже по пути к Санто-Доминго, это примерно в 30 километров от Санто-Доминго и в 150-60 километров от Пунта-Каны. Это когда-то на самом деле весь отдых, туристический такой, пляжный отдых начинался именно с этих курортов. Да, вся элита Доминиканы приезжала вот именно в эту зону отдыхать, поэтому в том районе не так много отелей, а больше именно домов, вилл, которые принадлежат доминиканцам из поколения в поколение. Они приезжают отдыхать в эту зону отдыха, поэтому пляжи очень с мелким-мелким песком, похожи такой на муку. И плюс также очень спокойный и пологий вход, да, с плавным уклоном, поэтому те, кто любит зайти и сразу почувствовать глубину, то на этих пляжах, к сожалению, такого не будет. Ну и, конечно, те, кто любит еще дайвинг, отдыхая в той зоне, можно отправиться на шикарный дайвинг на остров Ла Матица и Лош Пинош. Это тоже зона, где очень шикарный, красивый подводный мир. Ну и, конечно же, Бока Чика Хуандоли из всех, скажем, вышеперечисленных курортов, это самый для демократичного типа отдыха. Там отели довольно недорогие, поэтому если отель 4 звезды, это будет эконом 4 звезды. Поэтому люди должны понимать, да, что в этой зоне 4, это будет обычная четверка, где чистенько, аккуратненько, на завтрак, обед, ужин, еда подана. Вот, поэтому не нужно ожидать очень высокого сервиса в этих отелях. Перечислять не буду, да, сделала специально слайды по категориям, чтобы у вас эта презентация осталась, и вы могли посмотреть, подсмотреть, какие отели лучше предлагать для семейного отдыха. Простите мне, где есть в основном сплаш, зона и прочее. Есть некоторые отели, которые мне сейчас спросят, почему бы их не указали. Сразу могу сказать, некоторые отели, хоть они подходят для этой категории отдыха, не указывала, потому что есть такие, как эксклюзивные контракты. Пускай сейчас даже полетной программы нету, но рекламировать эксклюзив, который имеют другие туроператоры на российском и украинском рынке, мы не будем. Здесь в основном указаны те, которые мы уже знаем, проверили, с которыми мы работаем много лет. Из таких, которые вы уже знаете, цепочки испанские, да, хотелось бы выделить отель, который представлен на Карибах только в Доминикане, отель Лопесан. Лопесан вообще это цепочка, которая находится на Гранд-Канаре, у них очень много отелей под управлением, можно сказать, самая большая отельная база именно у цепочки Лопесан. И вот они попробовали, выкупили бывший отель Ифа Виас Баверу, переделали его полностью, перестроили. Поэтому отель новый, предлагает разные услуги, предлагает разные категории. Есть дополнительные такие, как пакет Уник, да, есть номера с Вимап, есть зона, где больше для взрослых только. И плюс качество и сервис обслуживания все-таки привезено и стандарты из Испании, из Гранд-Канарии, да. Поэтому эта цепочка имеет только один отель на Карибах в Доминикане. И еще хотелось бы очень выделить многие, если остальные отели вы больше, я думаю, знаете, Хард-Рок, я думаю, все знают, да, Рио, Вайя, Иберостары, Парадисусы, Хаяты, Хилтоны. Но мне хотелось бы еще выделить Impressive Premium Пунта-Кана, да. Именно не просто Impressive Puntacana, а Premium, который находится рядышком, который можно предлагать как для отдыха с детьми, в чем это преимущество этого отеля, что они гарантированно подтверждают смежные, ну, по крайней мере, нам, да, смежные номера. Соответственно, если едет семья из 5-6 человек, то возможно разместить в двух номерах, которые будут смежными. Плюс имеются двухкомнатные номера, и, соответственно, то, что я комментировала у Impressive, плюс недавно открылся Beach Club, да, для Impressive Premium, и пирс, который все-таки помогает даже и летом, когда проблемы с пляжем, с водорослями, заходить и купаться в океане. Цена-качество шикарная, поэтому не откидывайте этот продукт из своих, скажем, портфолио, потому что, ну, как бы все, весь другой продукт вы уже давно, я думаю, знаете и знакомы с ним. Если мы говорим про для пары Адульционли, да, тут здесь очень много отелей появляются и Хилтоны, да, у Хилтона и Хаято есть один отель, который для семьи, другой для взрослых, соответственно. Мелья, Пунта-Кана, Бич и Резорт, которые перестроились и делали, как бы раньше, если кто продавал, знает, да, Мелья, Кариба, Тропикаль, был Кариба, Тропикаль, сейчас это два отдельных отеля, один для взрослых, только другой более семейный. Из палладиумов, конечно, хотелось бы выделить Туркиз отель, шикарный сервис, и на самом деле европейский рынок обожает этот отель, вообще цепочку палладиума, поэтому часто получается, что когда наши рынки созревают бронировать Карибы, особенно Доминикана, то этого продукта уже в наличии нет. Зойтри, Бритлис, да, Бритлис вообще, он славится своими тусовками и прочее, и цепочки Рио, это Рио-Република, да, который даже имеет аквапарк для взрослых. Если мы говорим для VIP-клиентов, да, тут можно предлагать, как и Хаято, соответственно, не стандартные категории, а уже более выше, Эдем, Туркесу, опять же, Парадисус и Хардрок, из Иперостара в совету, и на самом деле проверено на многих таких взыскательных клиентов, Коралл Левел, да, именно Коралл Левел, вот, из Байя, в принципе, можно и Смиральду, а Гранд Бава тоже, если кому-то хочется такой, скажем, недорогой, но хорошего уровня отель. Ну и Касса де Кампо, Ресорт и Виес, да, это именно для тех, кто хотят бронировать Сибилу. И есть также для бюджетного, это не то, что самые плохие отели или еще чего-то, в каждой категории имеются даже в пятизвездочных отелях, да, имеются свои отели, которые для эконом-отдыха, это любой отель Белива, да, который, Кануа находится на побережье Ла Романа, Амака Гардена, Амака Бич находятся на побережье Букачика, Каталония Бавару, который из пятерок, он такой, скажем, демократичный, Рио Найбоа, он вообще четыре звезды, да, это единственный четырехзвездочный отель в цепочке Рио, Тропикаль Делюкс Принцесс, но сейчас его даже назвать эконом, ну, не совсем, потому что они сделали шикарные реформы, Карибы, Тропикаль и Бавара Принцесс, они успели за пандемию сделать обалденный ремонт, и я вообще люблю эту цепочку, да, за их сервис, за их отношения, очень много лет работают сотрудники там, и они каждому туристу относятся к гостю, вот, и плюс они сейчас еще отремонтировали номерный фонд, ресторан, ресепшн, в общем, сейчас это, конечно, вообще топовый продукт. Вика Ренобланка, четверочка, он небольшой, поэтому, если всегда, если хотят спокойный отель, недорогой, но с хорошей локацией, питанием и пляжем, то Вика Ренобланка подойдет. Ну, и цепочка УАЛа, да, как и на побережье Бавара, так и на Баяибы, Букачиха, они представлены, и можно спокойно рекомендовать для эконом-пакета. Дальше, Куба, здесь немножко будет попроще, здесь самые основные, это два курорта, скажем, даже не то, что курорта, это направление, это Гавана и Вородеро. Гавана, это именно культурный отдых, да, это культурный центр вообще Кубы, это город контрастов, это город, где проходят самые яркие фестивали, неповторимая атмосфера прошлого, авантюрный, яркий, дикий и одновременно умиротворенный город. Вот так у меня, когда мне сказали, опиши Гавану, вот так у меня получилось описать Гавану. На самом деле, это город, который, я считаю, отдыхая на Кубе, обязательно нужно увидеть. Долгое время, когда началась полетная программа на Вородеро, да, прямой рейс на Вородеро, Куба была закрыта, Гавана была закрыта, и возможности не было посетить даже на один день в виде экскурсии. Сейчас Гавана открыта, сейчас уже потихонечку все восстанавливается, открыты рестораны, музеи, бары, комендантский час уже сняли, так что уже возвращается все в нормальное русло. Ну и, конечно, шикарнейшая зона отдыха для, такое, скажем, мы не будем говорить сегодня о Кайос, не, да, это немножко другое направление, так как мы все-таки больше ориентируемся на Гавану и Вородеро для тех, кто летает на регулярных рейсах. Те, кто продают чартеры, там, Больвин или Санта-Клара на Кайос Санта-Мария, то, как бы, это не наша задача продвигать эти направления, мы продвигаем там, где мы представлены, где мы можем дать сервис, отели и прочее. Хотя по-другим Кайос также есть возможность бронировать у нас отели, но если мы говорим о Вородеро, хотелось бы выделить пляж и вода. На самом деле я родом из Латвии, да, и вот такой пляж и песочек, как в Юрмале, я не встречала нигде. Поэтому для меня было очень такое удивление, когда я на Вородеро прогуливаюсь, понимая, что под ногами та консистенция, к которой я привыкла, когда я была в юности, гуляла по пляжу Юрмана, да, вот этот песочек, и он, ну, да, он светлее, не такой темный. Богатый подводный мир, да, отдыхая на Вородеро, есть возможность шикарно поплавать, есть как и курсы дайвинга, есть также продвинутые, да, какие-то места для дайвингистов. Спортивное развлечение имеется, ночная жизнь даже в самом Вородеро имеется, как на территории отеля, так и за пределами. Ну и, конечно же, на любую категорию туриста имеется отель, да, нужно эконом, имеется, нужно люксовый отель, который пятерка такая самая хорошая, да, тоже сейчас уже имеется. По Гаванне. Сделал небольшой список отелей, которые смело можете рекомендовать. Особенно хотелось бы выделить, что есть такие, как комбитуры, Гавана плюс Вородеро, обычно по прилету в Гаванму, да, остается в Гаване. И здесь хотелось бы выделить цепочку Берестар. Так как городские отели имеют очень многие там ограничения по минимальному проживанию, там, да, то и Берестар, у них обычно минимальное проживание 4 ночи, чтобы забронировать отель. Если идет комбинированный тур и Берестар в Гаване, и Берестар в Вородеро, то минимальное количество 2 ночи без доплат, да, можно комбинировать. Всегда лучше комбинировать именно с этой цепочкой, мелья с мельей. Из таких новых отелей очень хотелось бы с Пасео Дель Прадо, как раз мы были на открытии этого отеля, находится, можно сказать, через променад от Иберестар Гранд Факарт, вот, с видом ресторана, тренажерные залы, с видом на набережную Малекон, и, соответственно, это новый отель, очень интересная концепция, каждый этаж в своем стиле, где-то балет, где-то сальса, где-то это, и то, что очень, это больше такой, скажем, для пар, для... С детьми очень сложно будет, да, разместиться, потому что не во всех номерах, возможно, дополнительное место. Но хочу отметить, что продукт шикарный, на самом деле, и стоит. Это СО Пасео Дель Прадо. Это новый отель, он открылся буквально в октябре 2019 году как раз была на Кубе, и мы попали на презентацию этого отеля. Вот, и, к сожалению, пандемия не дала ему полноценно открыться и поработать. Но продукт шикарный. Плюс такие отели, как Насюаналь, да, это вообще визитная карточка, Куба, Гавана, да, это где заседали мафиозы и прочее. Это Пласа, это Амбос Мундос, Флорида, Саратога. Такие отели, которые именно Насюаналь, которые расположены в старинных домах. Это тоже такая немножко атмосфера, изюминка и прочее. Поэтому продавая отели, которые расположены в старых зданиях, нужно предупреждать. Могут быть проблемы с водой, да, что была горячая вода, в один момент ее не стало, пошла тепленько. Это нормально, потому что здания, они довольно старинные, да, и поэтому некоторые моменты они исправить не могут. Для семейного отдыха, конечно, тут цепочка Биростара-Милия, они лидируют. Большие отели с шикарной инфраструктурой для детей, есть Family Room, которые из четверочек Rock Arena Zorado или Sol Palmeiras можно спокойно или Believe Experience Tuxpan, Brises del Caribe, которые недорогие, но для семейного отдыха очень хорошо подойдут. И, конечно же, Memories Varaday, да, там на самом деле детская анимация шикарная, и родители могут отдохнуть спокойно, пока дети заняты в мини-клубе и отдыхают. На этом слайде объединила вам как отели для пар, их не так много, но это то, что где есть как и семейное, для семейного отдыха, так и для пар, да, такие отели, которые, например, есть зона только для взрослых, да, в таком ключе, и отели, которые только для взрослых, прописала также для каждого отеля какой минимальный возраст, чтобы эта презентация вам служила еще и так же шпаргалочка. Здесь вы видите, что, ну, такие есть, извиняюсь, я скопировала, случайно, Блау Привильничка Левертад, его уже нет, это моя ошибочка, извиняюсь, из таких Блау Варадейр, очень хорошие отели, вот часто, ну, как бы, наши, наши рынки не успевают бронировать, потому что Европа его просто обожает. Иберостарм, Илья, конечно же, имеет свои отели только для взрослых, соответственно, вся инфраструктура, анимация и прочее, все расположено именно для отдыха, только для взрослых. Ройалтон и Капус, многие, думаю, знают, знакомы с Рубеном, следят за его новостями, его репортажами с отелей, шикарный продукт для, только для взрослых, ну, и плюс, Старфиш, Квадро Пальмас, и Лас Пальмас, да, это тоже только для взрослых. Дальше мы идем для бюджетного отдыха, это, да, для тех, кто, кому не принципиально большая территория, главное, чтобы был чистенький, аккуратненький номер, хорошее питание во время завтрака и ужина, вот, выделил так же, как на зоне Варадейру, так и, так и в Гаване некоторые отели. Дальше Мексика, здесь немножко вас, надеюсь, не буду грузить описаниями курортов, здесь выделила некоторые моменты, с Канкуном, конечно же, все знакомы, Канкун это самый основной курорт, это песчаная, многокилометровая, так, сейчас, минуточку, многокилометровая песчаная коса, где-то около 7 километров, не такая длительная, как пляжи Варадейру, Варадейру пляжит, протяженность пляжа более 20 километров, да, то Канкун немножко блекнет на фоне Варадейра, с одной стороны это Карибское море, с другой это бухта Ничупте, да, соответственно, почти все отели имеют свой пляж, и это в основном зона для 4-5 звездочных отелей, плюс ночная жизнь, клубы, бары, караоке, казино, все, ну, это любимая зона, да, отдыха американского рынка, поэтому довольно много развлекательных заведений имеется. То, что я упоминала касательно водорослей, силы естественных причин практически нет. водорослей, такое, как оно ограждено, да, и плюс вода очень бывает неспокойна, но существуют пляжи, где спокойно и очень слабые волны и прочее, поэтому нужно иметь в виду, да, что не будет водорослей, но может быть такое, довольно неспокойное море. Плая Мохерис, это северный курорт от Канкуна, тут имеется как и роскошные отели, так и отели только для взрослых, имеются апартаменты, шикарный пляж, он, этот курорт расположен напротив острова Плая Мохерис, и, ну, как бы многие знают, да, и отправляются на однодневную экскурсию именно на этот остров в связи с такой мистической легендой. Пуэрто Морелос, это вот если хотят в Мексике спокойный отдых, это пожалуйста сюда, да, это между Канкуном и Плая Дель Кармен, рядышком также есть крокодиловая ферма, сады ботанические, коралловый парк, дельфинари, черепаха, в общем, есть чем заняться, он, несмотря на то, что как бы довольно спокойный, но различение достаточно, как для взрослых, это для детей. Ривьера Майя, Плая Де Кармен и Пуэрто Авентурас, это можно сказать, часто называют одной зоной Ривьера Майя, но они немножко разделены и все-таки отличия имеются. Это довольно молодой курорт, да, примерно 50 километров от Канкуна, и Ривьеру Майя это лучше рекомендовать именно для семейного отдыха, потому что отели огромные, с шикарной территорией, все включено, это для тех, кто хотят именно отдыхать на территории отеля, с огромной зеленой территорией, где бегают там носухи, игуаны, да, это такое, ну скажем, мини-зоопарт на территории отеля. Конечно же пляжи славятся своим белоснежным песком, но в летние сезоны бывают, что проблема с водорослением на этих пляжах существует, но эта проблема как бы не испортит отдых, потому что на территории отеля шикарно можно отдыхать и в летний сезон. Плайя Дель Кармен это, скажем, в центре Ривьера Майя расположен, да, это знаменитая улица Пятый Авиньон, очень много развлечений, аутентичные ресторанчики, также имеются хостелы, отели, все включено, в общем, имеется все, чтобы отдыхать, ну скажем, наслаждаться карибской атмосферой, где есть все, чтобы наслаждаться антуражем прекрасного мексиканского курорта. И, конечно же, на этом курорте есть такое сочетание, вот именно сочетать в себе атмосферу молодежной тусовки, да, с превосходным европейским шиком и великолепной развитой инфраструктурой. Есть и ночная жизнь, да, и тусовки, есть и отели хорошего уровня. Ну и тусовка. спортивный городок, например, мусорная это небольшой душевный городочек, очень известен гольф для любителей гольфа, есть вот ричао, такой, скажем, спокойный, спокойный курорт. Ну и в заключение самые дальние курорты это Акумаль, это небольшой пляжный курорт между Тулумом и Плайдалькармом, не доезжая Тулума, скажем, даже как вы понимаете, что все курорты, они перетекают друг к дружку и такой как бы границы, границы не существует. Вообще Акумаль на языке индейцев это означает черепаховое место, и именно на здешних пляжах откладывают яйца зеленые морские черепахи. Плюс имеются три пляжа, да, есть центральные, это развитая инфраструктура, рестораны, магазины, небольшие такие бунгало. Имеется также северный, это рай больше для любителей подводного плавания и сноркеля, сноркелинга. И также имеется к югу, это центрально расположено уже такой более туристический, где именно для, имеется даже форме надо для прогулок. В Акумале есть варианты проживания от экономических трехзвездочных отелей до пешенебельных пятизвездочных, совсем включено, но также имеются и отельчики, которые и так для любителей активного отдыха. Ну и, конечно же, Тулум, да, Тулум вообще это удивительное место на восточном побережье, и примерно от Ханкуна это 130 километров. Также состоит из трех частей, это руины старого города Майя, индийский поселок Тулум-Пойбло и туристическая и развлекательная зона, которая растянулась вдоль дороги и Карибского моля на несколько километров. Многие считают, что в Тулуме, именно в этой зоне расположены самые лучшие отели, и, наверное, больше это из-за того, что отели довольно небольшие. Да, это такое, скажем, эко-отели от пяти до двадцати номеров, да, есть очень многие отели, которые только работают на завтраках или вообще room only. Очень уютные, почти многие отели расположены или на побережье, да, с шикарным видом на океан, или в самом городе, который расположен именно больше рядом с ресторанчиками, развлекательными заведениями. Ввиду того, что отели очень маленький, номерной фонд, малюсенький, скажем, по меркам карибского направления, то все, кто желает отправиться в отпуск в Тулум или в зону Тулума, то должны иметь в виду, что бронировать заранее нужно как минимум за пять-шесть месяцев, чтобы получить и хороший тариф, и номера. Да, часто у нас бывает, особенно под Новый год, а нам касса Малка, да, а мне там вот это, а мне вот это, но нету. Часто, да, слава богу, у нас касса Малка в очень хорошие дружеские отношения, да, и мы запрашиваем даже через топ, и она говорит, смотрите, можем вам дать вот это, да, можем дать это. Поэтому нужно иметь в виду, что в зоне Тулума и до Тулума, да, до самого Тулума, вот эти все отели, которые я перечисляю, да, и которые вообще имеются в той зоне, туда только индивидуальный трансфер. Это касательно курортов, если мы посмотрим по отелям, то, опять же, у нас мелькают, да, все испанские цепочки, Барсело, Дримс, это не совсем испанские пиростары, Принцесс, Парадисус, такие цепочки, как Гран-Оазис, да, из трех направлений, Сандос, они представлены только в Мексике, да, на территории, на курортах Доминиканы и Кубы эти цепочки не работают. Плюс также, если мы посмотрим отели для молодежи и адульционные, да, то вы увидите очень много отелей, которые, может, не совсем известны, но знаю, что в последнее время очень хорошо продвижение. Те же Le Blanc и Moon Palace и Temptation, Desire Resort, да, это отели очень часто продаем отели по цене, не зная их концепции, да. Desire, да, это такой очень специфичный продукт, который нужно иметь в виду, предлагая особенно, это для таких свободных пар, скажем, современных пар, это, скажем, такие, ну, для секс-отдыха, да, секс-туризма, да, Desire, это вот, пожалуйста. Как вы видите, очень много отелей Oasis, да, для он-ли-адульц, конечно же, и Хаят имеет свои, и Веростары, и Каталония, и прочие цепочки. Для VIP-клиентов, вот, Хасаватлочка, Ретарте, Чаблема Рома, все вот это, да, то, что у нас расположены многие или в Тулуме, или в Ревьер-Мае. И также есть еще для, скажем, бюджетного отдыха, это то, что я комментировала по Доминикане, это не значит, что это эконом, плохие отели, и только для тех, кто не будет жить. Есть отели, которые в своей цепочке, они самые такие, скажем, привлекательные тарифы имеют, да, это, опять же, Сандос, это Viva Vindam, цепочка Фаран, да, поэтому всегда можно даже в цепочке, в цепочке Каталонии, Иберостар, Рио и Осидентал имеются отели, которые можно для, скажем, туристов, которые хотят полететь в Мексику, но не имеют такого достаточно большого бюджета. На этом, наверное, по материалу, который хотела вам рассказать, наверное, все. Сейчас пару слов о нашем тестировании, да, кто был с нами уже на первом вебинаре, то знает уже, что по окончании мы вам скидываем ссылку на тест, где вы проходите, отвечая на вопросы, которые были рассказаны во время вебинара или были указаны в презентации. Соответственно, мы даем на это сегодня и еще два дня, до среды включительно мы принимаем ответы, в четверг, кто ответит, уже ответы не будут приниматься. В первом тесте, если кто-то есть из прошлых, первого вебинара, да, у нас там была небольшая техническая ошибка, мы все исправили, да, там был вопрос по индивидуальному запросу для экскурсионных туров от 10 человек, поэтому все, кто ответил от 10, мы всем простояли правильный ответ, не переживайте. И за каждый вопрос начисляются баллы, только один правильный ответ. Если участвует из одного агентства несколько сотрудников, соответственно, будет учитываться лучший результат и при равном количестве баллов будет учитываться, кто раньше пришлет ответы. По призовому фонду достаточно неплохой, но у нас, так как ввиду того, что три направления, у нас имеются сертификаты на бесплатное проживание в отелях, как на Кубе, Доминикане, промокоды на скидки, да, по всем. И бесплатные также сертификаты будут как и на трансферы, как и на групповые на некоторых направлениях, индивидуальные, экскурсии, ну и плюс промокоды на экскурсии, также приобретение экскурсий как для себя, так и для клиентов. Эти призы можно использовать для своего личного пользования, особенно по некоторым моментам, по проживанию некоторые отели, к сожалению, не дают нам возможность передавать клиентам, но можно коллеге или членам семьи передать. Поэтому все это, все призы мы оповестим, когда будем объявляться результаты 8.04. Мы сообщим как по первому тестированию, так и по второму. Всем почта у нас ваша будет, имеется, да, после заполнения теста. Поэтому со всеми свяжемся, со всем предоставим и сообщим и объясним, как можно будет воспользоваться призами. Итак, если есть какие-то вопросы, вы сейчас заходите на ссылочку, сохраняйте ее, да, тестирование, думайте вопросы. А пока я включу вам еще одно видео по Мексике, уже такое мистическое настроение по полуострову Юкатану, да, чтобы немножко прочувствовать атмосферу Мексики и уже для себя у вас, надеюсь, сложится такая картинка по корицким направлениям, что для кого и кому предлагать. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова что этим летом уже все восстановится, и все смогут прилететь, сами ощутить вот эту атмосферу Каривов. И если правильно настроить клиентов, туристов, то и претензий никаких не будет. Соответственно, наш мейл и наш сайт, где вы можете зарегистрироваться, если вы захотите сотрудничать с нами, получать тарифы на наши продукты. Это отели, это трансферы, экскурсии. С перелетами Доминиканы, я думаю, вы лучше меня знаете, так как мы перелеты не предлагаем, мы только как принимающая компания, которая предлагает наземный сервис. С перелетами сейчас очень сложно с Россией. Я знаю, что через Стамбул летают на Канкун, но это на регулярных рейсах. Конечно, тот объем, который был у нас при наличии аэрофлота прямыми рейсами в Пунта-Кану и в Канкун, и в Ародейро и Гавана, это, конечно же, для нас сейчас это ощутимо и очень больно, что из-за всех вот этих ситуаций люди просто немножко остаются закрыты дома. Сначала ковид, теперь эта ситуация. Поэтому надеемся и ждем все-таки чуда, что все решится, что все будет в порядке, и вы сможете отправлять туристов. Уже, возможно, какая-то информация была полезна. Скажите, пожалуйста, те, кто продавали, те, кто были в Доминикане, в Мексике или на Кубе, что из этого вебинара больше всего запомнилось? Была ли полезная информация? Что-то новое узнали или нет? Мне очень было бы важно знать ваш фидбэк, потому что рассказывать об одном и том же, о чем рассказывают представители цепочек и прочее, но совсем не хочется тратить ваше время. Да, на самом деле, просто почему выделила, да, у нас был, не буду называть страну, да, но туда летела семья, и агент предложил самый дорогой отель «Дезайр» Ривьера Майо. Вот, и когда я увидела, что летят, ну, пускай дети взрослые были, да, им было там 18-19 лет, но все равно откуда летела семья, они бы не поняли этого, этой концепции, поэтому пришлось быстренько переориентировать, чтобы избежать. Да, есть еще также в Мексике очень много отелей гейт-френдли, да, которые, они как бы себя не позиционируют, но с наших рынков все-таки еще не все готовы к такому свободному, вот, и поэтому есть также в Доминикане, например, имеется отель для нудистов, да, где в одежде запрещено передвигаться на, по территории отеля, да, есть очень разные, поэтому сейчас очень многие люди ищут какой-то интересный продукт, ощущение, экспириенс и прочее, поэтому, если у вас такие имеются клиенты, которым нужно пощекотать нервишки, то, пожалуйста, пишите, мы вам подскажем, а мы расскажем и посоветуем. Нет, на Кубе Вородеро вы знаете, да, что одна часть это океан, вторая часть это озеро, да, там на той части имеется отель, в основном это три-две звезды, но на пляж можно ходить на океан, и бывает то, что у Вородеро, она протяженность более 20 километров, да, то имеются части, где немножко больше ветров, да, скажем, но это такие ветра, которые, ну, на мой взгляд, вообще не мешают, и поэтому, да, Куба на самом деле так немножко в тени осталась, очень многие считают, что там плохой сервис, еще хочу по Кубе сказать, да, что защиту Кубы, почему с питанием часто проблемы, Куба там очень много, да, ни один отель не принадлежит цепочке, ни Беростар, ни Милья, они управляют этими, это принадлежит государственным туристическим компаниям, соответственно, если до пандемии еще отели, цепочки отелей, да, как Блю Даймонд, Иберостары, Милья, они сами закупали продукты для своих отелей, для ресторанов, то во время ковидных условий государство начало закупать, поэтому не хватает там каких-то продуктов, которые, но еще плюс летнего направления такого ассортимента избытка фруктов, как в летний сезон, в зимний сезон ни на одном карибском направлении вы, туристы, не увидят, да, а лето это, конечно же, сезон фруктов, манго, авокадо, любых всех тропических фруктов, это самый-самый сезон, поэтому, так, читаю вопросы, так, возможность недалеко от Канкуна посетить ферму по выращиванию авокадо, сразу так вам не скажу, знаю, что есть в другой части, да, курортов, где, да, имеются фермы, такие плантации, да, по выращиванию авокадо, на Юкатане, нужно подумать, таких запросов не было по кактусам, да, и по прочему это. Ирина, оставьте ваш мейл, мы обязательно посмотрим и уточним с нашими коллегами в Мексике и вышлем вам. Ну что ж, коллеги, надеюсь, если вопросов нет, то буду вас отпускать, работать, переваривать информацию. Эта презентация вам вышлет, она будет у вас в доступе, поэтому плюс запись будет имеется, так что пересматривайте. В любом случае наши контакты, можно высылать нам вопросы, мы всегда постараемся максимально быстро, оперативно помочь, подсказать и для сотрудничества с нами, то на нашем сайте, если вы перейдете, есть кнопочка зарегистрироваться, мы получаем отбивку и, соответственно, потом уже с вами связываемся. Коллеги, спасибо огромное. Ирина, спасибо большое. На самом деле, я говорю, я сама прожила полгода в Доминикане, я работала там гидом, начинала когда-то, да, и прошла всем кругов ада, потому что Доминикана – это другой мир, да, даже там я сама была, прошла больницы и полицию и прочее. В общем, все это испытала, поэтому многие моменты уже мы знаем и прошли. И всегда стараешься, рассказывая о направлении, рассказывать, как и плюсы, которые все могут, да, рассказать, но есть и подводные камни, о которых лучше всегда знать. И я думаю, вы, продавая этот продукт, когда предупредите туристов, он будет вам благодарен и вернется к вам за очередным туром, пускай, может, не на Карибу, а на другое направление. И хочу еще, пользуясь моментом, напомнить, что мы работаем по шести странам, да, вот три, которые мы сегодня обсуждали. Испания полностью вся, островная и материковая, Португалия и Андорра, наша такая зимняя, скажем, зимняя сказка для горнолыжного. Надеемся, что очень скоро мы будем принимать уже в том объеме туристов, которые мы принимали до ковида. В Доминикане мы с 2004 года работаем, вот, поэтому мы прошли все там, да, и очень многие, когда до выхода Анакса мы также там работали и имели очень большие гарантии и прочее. Вот, единственное, тогда мы большую часть времени мы работали на эксклюзивном обслуживании, поэтому мало кто знает, кто такие Neo Travel, но уже отели знают. Все, всю информацию я вам рассказала. Я уже смотрю, да, все уже пошли, видно, тестирование проходит, поэтому не будем вам мешать. Спасибо огромное, было очень приятно, что такая активная публика, и спасибо за то, что все два часа были с нами в эфире и слушали, и задавали вопросы. Сайт, вы видите, на слайде есть www.neo-travel.com, там вы можете, это не, это именно сайт для агентов, B2B, это есть небольшая информация, кто мы, как мы работаем, по каким направлениям, какие у нас имеются наши моменты, да, и там вы зарегистрируетесь, и, соответственно, после активизации вашего регистрации вы получите логин, пароль, и сможете уже зайти изучить все цены и продукты. Все, коллеги, я буду прощаться с вами, спасибо огромное, хорошей вам недели, отличного окончания понедельника, надеюсь, мне получилось немножко вас настроить на такую волну позитива, на карибские мотивы, и удачи вам, хороших продаж, и по любым вопросам мы всегда рядом, обращайтесь, мы всегда будем рады. Демократичный курорт, это экономный, скажем, да, курорт, это, если что. Все, спасибо большое, до свидания, остаемся на связи, и... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok